Спасибо вам, что вы нашли время прийти и мы просим вас донести объективно то, что сегодня мы хотим. Это очень важно, потому что мы помним, как это было в Таджикистане и роль СМИ тогда, вот это нагнетание, к чему это привело. И потом сами же и люди, которые это все делали, попали в журнала и многие из них пострадали. Спасибо за просмотр. По поводу темы Вашей пресс-конференции все ясно, но мне бы очень интересно было бы поинтересоваться Вашей позиции по поводу недавнего события, того, что Верховная Рада Украины не приняла законопроекта при освоении имени Эмитхана Султана в Симферопольском аэропорту. Как Вы относитесь к этому, какова Ваша позиция? У меня, знаете, у меня есть по этому поводу очень, как бы не то, что готов ответ, я готов ответить на Ваш вопрос. Понимаете? Рассказываю, извините, Светлана. Светлана. Вот, если вот Вы, например, хозяйка, да, такой пример, и Вы меня сейчас так очень ясно поймете. Вы хотите сегодня сделать, сварить борщ своему супругу, например, да? Да? Но Вы под каким-то непонятным воздействием вместо воды льете мазут, вместо косточки такой ложите туда гаечный ключ, там вместо капусты Вы ложите, я не знаю, яблоки. И что из этого получится? Однозначно не борщ. То есть подход. Вот мы нашли подход, у нас решается. А если ты хочешь скандал, будет вот так. Вот это и есть политтехнология. Да, вот Вы, как неосведомленный человек, да, Вы увидели результат. И, а, власть плохая, народ хотел. А как к этому подошли? Подошли, чтобы решилось, или подошли, чтобы не решилось, а потом скажем, вот, видите, как у нас говорят, вот это масхарауду, вот он масхара. Позор. Позорник, да. Понимаете? Они сами подвели это к этой ситуации. Я же знаю эти все теперь, теперь мы уже знаем эти все технологии. И, естественно, такое и это. Все очень просто. Можно я, да? Вот так, Крылая Баскирщина, это та вот инициативная группа авиаторов, которая инициировала это, или Москаль, который подавал это, например? Кто? Конечно, несколько человек поменял. В Москаль инициировал этот вопрос в Верховной Раде, но сам Мустафа Адемилев не голосовал. Вот еще, кстати, что интересно. Понимаете? Сам Мустафа Адемилев проводил в это время встречу с молдавскими представителями, не знаю по какому поводу. Представляешь? Если он считает, что встреча с молдавскими важнее на данный момент, и в том, что нельзя было перенести встречу с молдавскими представителями, проголосовать за такой важный политический вопрос. Активно участвует. Понимаете? Вот это и есть его отношение. Никто не думал о результате. Никто не думает ни о народе, ни о результате. Он не думает об аэропорте. Он думает о том, что как можно с этого сделать пиар, как это можно потом объявить в власти, хотя сам он вообще никак не участвовал. Я тоже запомнился. Я тоже запомнился. Владимир Великобритания ... ...